Ровно в 8 часов утра в Нижегородской области и Нижнем Новгороде открылись все без исключения избирательные участки. В этом году их 2293. И несмотря на то, что самые неутешительные прогнозы синоптиков все же оправдались, ни дождь, ни ощутимое похолодание, волю избирателей не сломили. И сейчас уже можно говорить о том, что нижегородцы идут голосовать. По традиции одними из первых это сделали первые лица региона, представители духовенства и, конечно, сами кандидаты. Напомню, что на пост губернатора Нижегородской области баллотируется всего 7 кандидатов. Все они сегодня уже отдали свои голоса по месту жительства в общем порядке. И в целом могу сказать, что настроения кандидатов приподняты, они заигрывают с прессой, делятся своими планами на остаток воскресенья и как они проведут это время в ожидании подсчета первых результатов. Сейчас проголосую, буду систематически контролировать как исполняющие обязательства губернатора, как организованы выборы. Если будут возникать вопросы, надо будет и приезжать, и созваниваться. А так, Татьяна Владимировна, мясо подготовила, курицу, буду жарить шашлык. Она очень любит, когда я жарю. Ну, я тоже, честно говоря. Сегодня вечером еще у нас хоккей по телевизору, может быть, посмотрим. Если нет, по интернету. Я считаю, что очень важно в сегодняшний день в деле выбора человека, которому вручаем свое доверие, на следующие пятилетия управлять этим большим регионом. Так что надо не лениться, а сусердно проходить на избирательные участки и сделать свой выбор. Для обеспечения процедуры прозрачного голосования в этом году впервые на избирательных участках установлены прозрачные или полупрозрачные избирательные урны. А за самим процессом голосования следят представители политических партий, которые выдвинули своих кандидатов на пост губернатора Нижегородской области. Я должен сказать, что очень деловые, четкие, спокойные выборы, за этим стоит два обстоятельства. Первое. А люди ни в чем не сомневаются и действуют, как они решили. И вообще в целом у них есть вера в свою жизнь и свое предназначение. А во-вторых, все очень четко, их ничто не раздражает. И, конечно, прозрачные урны, сколько угодно можно смеяться, это очень здорово. У вас ощущение, вот теперь все так. Электронная система подсчетов, вот эти КАИБы, прозрачные урны, наблюдатели, как вы уже сказали. И в этом плане, я считаю, что достаточно было сделано для того, чтобы выборы были прозрачными и, как сказать, честными. В целом мы отмечаем, что обстановка у нас в области спокойная. И, безусловно, это вселяет надежду и уверенность в том, что избиратели сегодня сделают свой выбор и выполнят гражданский долг. Избирательные участки сегодня открыты до 8 часов вечера. До этого времени у всех нижегородцев есть возможность прийти по месту жительства и отдать свой голос за одного из семи кандидатов губернатора Нижегородской области. Анастасия Рябова, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.